В Кирове прошла затяжная гроза со шкваловым воротом и аномально крупным градом. Дополнительные поезда пустят на юг, и кировские католики, похоже, договорились с местными чиновниками. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове и пригороде прошли грозы, ливни и крупный град. В социальных сетях кировчане рассказали, что наблюдали низкий и красивый шкваловый ворот. А вот жителям Кирово-Чепецкого района повезло меньше. Там прошел сильный ливень и крупный град, который уничтожил часть урожая. Многие огороды засыпаны градинами диаметром в 2-3 сантиметра. Такие считаются опасными осадками. В ближайшие дни, по прогнозам гидромедцентра, в Кирове ожидается спокойная и малооблачная погода. Летом из Кирова пустят дополнительные поезда. Они будут направляться на юг. До поезда уже начали курсировать до Анапы. До Адлера состав начнет ездить с 14 июня. Дополнительные поезда проработают до середины сентября. Кроме того, открыта продажа билетов на поезда маршрутом Киров-Кисловодск. В ГЖД напоминают о том, что купить билеты на поезда дальнего следования можно за 90 дней до отправления. Только за май кировские судьи лишили водительских прав более 60 автомобилистов. Около половины провалили тест на алкоголь. Остальные отказались от медосвидетельствования. Кроме того, пятеро кировчан попались за повторным управлением автомобиля в состоянии опьянения. Одного из них лишили свободы на год. Других суд приговорил к обязательным работам. Католики и чиновники, похоже, договорились. С осени богослужения в Александровском костеле Кировскому приходу разрешат проводить по воскресеньям. С таким предложением выступил губернатор Игорь Васильев. Службы раз в неделю будут продолжаться до окончания судебного разбирательства. Напомним, кировские католики пытаются через суд получить Александровский костел, пока тот находится в распоряжении местных чиновников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова